Я в Калининградской еще юности мечтал о том, чтобы у нас было как на Западе, не только в Москве издавались бы издания федерального масштаба всероссийского и каждое появление какого-то вот проекта, претендующего на что-то большее, чем местные новости. Я всегда вдохновляла, воодушевляла. Я помню, как давал интервью Мездрикову и Виноградову, сколько уже, 14 лет назад в Новосибирске для тогда еще, как я, по крайней мере, воспринимал их блога. И теперь, когда тайга уже состоявшаяся такое, ну не федеральное, плохое слово на самом деле, всероссийское издание, которое читаю и я за границей, и москвичи, и там, не знаю, калининградцы я знаю, читают тоже. Хочется как-то оглянуться назад, так вздохнуть. Ой, как здорово, на самом деле, вот мечты сбываются, хоть и не на бумаге, потому что, тоже помню юношеские свои впечатления от Boston Globe, вроде бы не столичная газета, но весит килограмм. Но, по крайней мере, это уже не наша проблема, так сложилось, что в России нет бумажной прессы. Поздравляю тайгу, конечно, великий путь, великие люди, прекрасная история, прекрасная судьба, дай бог еще 10 раз по 15, спасибо. Привет, Сибирь, привет, Новосибирск, привет вам с Урала, из Екатеринбурга. Меня зовут Дмитрий Кользев, я шеф-редактор знак.ком, ваш коллега. Я читатель тайги, я люблю ваши издания, я читаю ваши материалы, я узнаю от вас, что происходит в Сибири, в сибирских регионах, поэтому спасибо вам за то, что вы есть, и от всей души поздравляю вас с 15-летием. Благодаря таким изданиям, как ваше, ну и как наше тоже, люди, читатели понимают, что Россия не заканчивается в Москве и в Санкт-Петербурге. Поэтому, пожалуйста, процветайте, развивайтесь, пишите больше классных, хороших материалов, пишите честно, пишите ярко, пишите для читателей, среди которых есть и мы, уральцы. Давайте дружить, давайте поддерживать друг друга. Я думаю, что Сибирь и Урал, братья навек, знаки Тайга тоже. С днем рождения, ребята, с 15-летием вас, вы классные, вы молодцы, мы вас любим, пока. Всем привет, это Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны. Я хочу и от своего лица, и от лица всей нашей редакции поздравить ребят из Тайги. Говорю за себя, лично я на вас подписан, я прежде всего читаю вас в Твиттере, и нет никаких вообще сомнений, на кого ссылаться в Сибири и вот в дальней от Москвы части России. Мы вам доверяем безгранично, и вы то СМИ, которое для нас такой пример очень хорошего регионального СМИ. Ребят, с днем рождения вас всех, еще раз поздравляю, в том числе тех, кого знаю. Рита Логинова, Ярослав, вам привет, привет от всей Москвы, Тайга, с днем рождения вас, еще чтобы очень-очень долго работали, как сейчас, и все у вас было отлично. Дорогие мои любимые друзья, начинаю говорить, и сразу улыбка появляется на моем лице. Дорогая Тайга, мне очень жаль, что я не смогу сегодня присутствовать на вашем празднике, я уверена, что будет весело, здорово и классно, как обычно. Поэтому приходится поздравлять вот так, записывая видео в мятой майке, но зато довольно патриотично. Я хочу сказать, что я уже сменила много мест работы за эти три года, пока я не с вами, но сейчас внимание будет нецензурно, но таких ебушек я не видела нигде. Вы мои любимые, вы самые отвязные, вы самые сумасшедшие, самые смелые и крутые, я вас очень люблю, вы моя семья, и я надеюсь, что если у вас на дне рождения, то когда-нибудь, может быть, зимой нам удастся встретиться. Всех люблю и всех обнимаю. Ну, ура, так выпьем же за Тайгу. Приветствую, дорогая Тайга, и поздравляю тебя с 15-летием. И сегодня, в день твоего рождения, хочется трижды сказать тебе спасибо. Во-первых, спасибо за сильного конкурента, который есть у нас в Новосибирске, и который с каждым днем становится сильнее и делает сильнее нас. Во-вторых, спасибо за то, что в наше порой абсурднейшее время вы не теряете здравого смысла и продолжаете критически относиться ко всему происходящему вокруг. В-третьих, спасибо за то, что постоянно развиваетесь, растете, тем самым доказываете, что настоящая, независимая журналистика в регионах жива и твердо стоит на ногах. Пожалуйста, держитесь друг друга. Мы с вами с праздником, дорогая команда профессионалов. Здравствуй, дорогая Тайга. Так вот получилось, что я один из тех людей, которые помнят, как все начиналось, как мы с коллегой Виноградовым сидели в одном маленьком офисе, в одной комнате, и он вместо того, чтобы заниматься работой, за которую ему платят деньги, делал то, что ему действительно нравится. Я очень рад, что сейчас это все нравится не только ему, а большому, удачному, успешному коллективу. И я слежу за успехами, за тем, что делает Тайга, и вижу, какой вклад она вносит в то, чтобы Сибирь, чтобы российская журналистика, чтобы вот то место, где мы все живем, становилось лучше. Я удивлен, почему это не всем нравится, почему вокруг постоянно бурлят какие-то истории, но я очень рад, что Тайга есть. И с днем рождения! Дорогие таежники, персонально Евгений, Ярослав, Петр. 15 лет для независимых региональных медиа – это целая вечность. Не одна и не две жизни, а десяток героических камбэков. За эти годы у вас наверняка возникал соблазн стать беззубыми и циничными, подчиниться власти – косной, коррумпированной, хищной, променять голос, ценности, саму субъектность на искусство быть смирными, казаться журналистикой, а не быть ею, писать только о тех фактах, о которых дозволено. Вас пытались сломать, били, дедосили, натравливали Роскомнадзор и силовиков. И большое счастье для журналистики, что вы выстояли, сохранили подчеркнутую интеллигентность, свой фирменный стиль добра без кулаков. Вас ценят прогрессивные, образованные, свободные люди. И я рад, что такое прочтение жизни становится моральным императивом и коллективным выбором тех, кто требует перемен. С днем рождения, друзья! Дорогая Тайга.Инфо, дорогие коллеги, поздравляю вас с 15-летием вашего издания. Это довольно значимый возраст, когда я только пришел работать на Юга. Югам тоже исполнилось 15. Я понимаю, как сложно и одновременно интересно делать независимые издания в российском регионе, особенно в нынешнее время. И вы, и ваши журналисты, и ваши родители, это ориентир для десятков изданий в стране. То, что вы делаете, то, как вы беретесь за самые сложные темы и раскрываете их, то, чего добиваются ваши журналисты. Отдельный привет большой Рите Логиновой. То, каким образом вы справляетесь с вызовами времени. И отдельный респект за то, что вы без Яндекс.Новостей достигаете таких показателей. Или достигали, а по-моему, вы уже туда вернулись. В общем, я верю в то, что впереди только самое интересное. Как сказал на недавней конференции ОБСЕ Иван Голунов, и все про государственные СМИ решили, что это будет забавно вынести в заголовок, заниматься журналистикой современной России. Интересно. Это правда. Чем сложнее, наверное, тем интереснее. Пока что нам есть чем дышать, несмотря на пожары в Сибири и пожары на юге. Нас много объединяет. Это вера в людей, в людей, которые нас читают, и в людей, которые с нами работают. Поздравляю вас с 15-летием. Пусть эти люди всегда будут с нами и всегда будут с вами. Обнимаю.